В этом видеосюжете мы с вами познакомимся уже с технологией каркасного строительства быстровозводимые каркасные дома из LSTK, так называемых. Каркасная технология на основе термопрофиля позволяет строить как быстровозводимые коттеджи, так и практически любую коммерческую недвижимость. То есть это торговые комплексы, административные здания, производственные помещения, гостиницы, быстровозводимые магазины, автозаправочные станции. Более того, используя LSTK, можно реконструировать здания, возводя мансарды, пристройки и надстройки, применяя в комплексе и по отдельности набор систем, то есть стеновую систему, систему перекрытий, кровельную систему. LSTK расшифровывается как легкие стальные тонкостенные конструкции, с использованием которых осуществляется при строительстве быстровозводимых зданий, домов, коттеджей. Технология каркасного строительства быстровозводимых зданий чрезвычайно популярна во всем мире, благодаря своей простоте и экономичности. Больше всего я сам занимался именно такими конструкциями, и в нашем списке объектов существует много таких работ. Ну, давайте поговорим о теплопроводности термопрофиля, потому что часто говорят, что металл для таких домов очень холодный, представляет холодную систему. Но причина, по которой сталь ранее, в принципе, не использовалась в конструкциях наружных стен, связана с ее высокой теплопроводностью, которая способствовала образованию мостиков холода. В конструкциях наружных стен применяются стальные термопрофили с минимальным поперечным сечением, обращаю ваше внимание, именно с минимальным поперечным сечением, в которых в шахматном порядке прорезаются сквозные канавки, для увеличения пути прохождения теплового потока, что уменьшает теплопотери до 90%. Благодаря этому решению проблема теплопроводности, как таковая, ушла. Это подтверждено многочисленными исследованиями европейских фирм и большим опытом наших российских компаний. Сначала проектируется виртуальная модель каркасного дома, затем по ней составляется ведомость материалов и программа управления производством и линиями. Все элементы после производства упаковываются и маркируются согласно проектной документации. Это сама технология производства таких термопрофилей. И под готовый проект на производстве программа управляет уже оборудованием и нарезается по размерам. Свободная планировка – это также результат использования ЛСТК. Конструкции позволяют устраивать чердачные перекрытия легкими фермами, балками, пролетом до 9-12 метров. Оригинальные планировки возможны за счет способности конструкции перекрывать пролеты до 14 метров без промежуточных опор по кровли и до 8 метров по межэтажным перекрытиям. Внутреннее пространство каркасных стен и перекрытий идеально подходит под размещение коммуникаций, так же, как и в каркасно-счетовых домах. Сокращение сроков строительства каркасного дома и как следствие его стоимости зависит еще и от степени оптимизации строительного процесса, в котором с применением ЛСТК для серийного строительства, например, коттеджный поселок, степовой застройкой или танхаусы, возможно применять укорбненную сборку предварительно, изготовленных в заводских условиях элементов здания. То есть, о чем это говорит, готовые стены уже собираются на самом заводе и на месте строительства уже устанавливаются целыми элементами сборного дома. Такая технология, конечно, позволяет минимизировать сроки строительства и каркасного дома и оптимизировать многие строительные процессы. Благодаря легкости каждого элемента каркасного дома и точности его размеров сборка каркаса из ЛСТК на стройплощадке напоминает сборку конструктора больших габаритов. То есть, бригада из 4-5 человек может собрать полностью каркас дома площадью порядка 150-200 квадратных метров за 5-7 дней. Для сборки всех элементов здания понадобится только шуруповерт, поскольку все элементы соединяются с помощью самосверлящих шурупов. Конструкция из ЛСТК отлично подходит для прокладки всех коммуникаций внутри стены, как я уже говорил. Это возможно благодаря тому, что компоненты стенового пирога соответствуют первой категории пожарной безопасности, то есть НГ.